привет всем сегодня хочу поделиться радостной новостью короче придумал я халявные крючки как делать без особых затрат без ковки без всякой ерунды один у меня получился наконец-то тут же я 2 изобрел еще не доделал по ходу дела буду показывать как делал я с напильников раньше но это надо правильно уметь закалить правильно отпустить со сменными насадками короче это все мне не про канала толком здесь подшипники у каждого есть в любом гараже в любой мастерской я тоже машинами не занимаюсь но они все равно валяется то на станке поменяешь то еще чего нибудь и короче я какую тут эту изобрел вот это вот внутреннее кольцо от подшипника привариваем его прутку диаметр там ну у меня 12 другого не было чем толще тем удобнее работать привариваем причем как все это просто делается быстренько обрисую пруток сам кривой пойдет пруток срезаем здесь примерно там 45 градусов потом сам сама обойма это внутренняя она приваривается вот таким образом и пруток если сверху смотреть его паски надо снимать то есть так он выглядит потом прихватываем здесь в этих местах главное не перегреть в этом случае тогда никаких потом проблем нету с этим закаливанием ничего это не нужно никому потом здесь прихватили в масло макнули потом побольше току я сварщик знаю побольше току по-быстрому вот это вот обварили с двух сторон опять масло и получается он нагреваться успевает где-то вот до сюда то есть вот эта часть у него она не запоганина все нормально там короче не треснет он потом ничего после того какого в масло макать и сейчас покажу все видно будет вот он посинел до сюда то есть у нас режущая кромка остается как она была все каленая нормально заводская закалка все круто искра летит какой нам надо цветом и потом это все дело где-то две трети вот это вот здесь по вот этой срезается и и здесь оставляем то есть делим на 3 здесь у нас остается часть которая не рабочая она там отпущенная не закаленная это все по барабану вот у нас остается режущая кромка сама которая нам нужна она то есть состояние металла не изменилось он какой был такой есть вот это дело мы выбрасываем и начинаем там заточку эту всю делать форму один я вот такой сделал я почему-то работаю все одной стороной не знаю я другой не умею пока поэтому 2 я сделал примерно вот так то есть чтобы вот этой стороной выгребать сейчас он в таком состоянии корявом сейчас я его побыстренько заточу тут доделаю ручку выточу и потом сниму дальше уже испытание и еще кусок фанеры если вы занимаетесь крючками токарный по-любому есть тут что-нибудь чтоб его зажать можно было и без всякой без кожи без всего просто мажем его пасты гои здесь я сделал полукруглая то есть удобно заправлять эти все грани фанера твердая то есть она не проминается вот эти все грани не заваливаются и полирует она вот до зеркала так что никаких оселков ничего не надо это самый простой быстрый способ я сам обалдел на сколько мучился делать и там шайбы какие-то новые там что-то придумал кожу войлок что только не перепробовал и вот на этом остановился самое классное это шлифовалка получилось ну сейчас я доделаю визитчик и будем испытывать так ну шо ручку замутил это было надо от стула поэтому этот закидон остался тут немножко ободрал ее визитчик вот такой формы сделал покруче показать сейчас будем испытывать материал акации кусок пока другого сухого нет у меня охота на сухом попробовать вот такая она была запах классный блин пилился чуть так ну шо с упорчиком тут сейчас не знаю надо будет поиграться еще немножко ну в общем получилось неплохо я думаю все поглядим все тут дело в настройках визитчик новый будем думать короче это мелочи жизни каждому рису надо приспосабливаться а еще брыкается точку эту найти надо чтоб он нормально вот уже пошло потихоньку вот этот момент поймать надо как он выходит чтоб он постоянно вот этой кромкой только вот так срезала как рубанком это сейчас я приучусь это на каждом новом резечке такая фигня непонятная что-то не пойму то ли высоко то ли и вот и и Горяй, меня сейчас засмеют за такую проточку, но я еще к нему не привык нифига. С упорчиком надо поиграться сейчас. Но уже плестит, видно. Так, все. Все равно. Вот этот момент надо поймать, когда он начинает резать, не дребезжать. Тут еще упор чуть-чуть болтается, но это... Ладно, страшно, нету. И вот эту высоту я что-то не могу никак втопать. Вот потихоньку пошло уже. То есть много зависит, я так думаю, не знаю, я не профессионал, это у меня второй крючок в жизни, который получился. От вот этой высоты, ну и угол выборки сам. Надо с ним играться, чтобы привыкнуть. Когда уже потом запомнишь, потом уже просто... Не так тренироваться надо. Чуть на пару градусов по-другому уже не так. Ну-ка этот, который уже был. С этим я уже немножко игрался, мне как-то с ним проще. С этим еще надо привыкнуть. Но суть в чем... О, блестит. Суть в чем, что делать так можно. Короче, это... Я не знаю, идея эта у меня родилась. Кто-то может так и делал уже, кто не знает. В интернете я не видел такого. Видел, кольца делают, резцы. Но с ними, блин, опасно. Я тоже делал, чуть цирвы не поотрывался. Так что... Вот таким вот макаром. Главное не перегреть. Единственное, вот до сюда он... Здесь и заточки нету. Начинается она вот... Вот эта треть резца передняя. Играться буду еще с ним учиться. Ну, смысл в чем в этом видосике? Что вот этот вот способ самый халявный. Не надо кузнеца искать, который закалит это все, отпустит там, сделает, откует. Это столько мороки с этим. Подшипники есть у всех. Так что, кому полезно, пользуйтесь. Подписывайтесь. Лайки, дизлайки. Там это все по полной программе. Ну, всем пока. Спасибо всем за внимание. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...